Всем доброго времени суток, с вами ММА и ТМЕ, если вы включили данный видеоролик, не поскупитесь на лайк, а также в описании я оставил ссылку на свой телеграм-канал, где разные новости про ММА и мои видео выходят раньше на несколько часов. В данном видеоролике я бы хотел разобрать пиковую форму Тони Фергюсона. Тони Фергюсон это кошмар для любого соперника, родился в США, но есть и мексиканские корни, а там как мы знаем растят только жестких бойцов любого веса и пола. Разберем план на 5 раундов и на 3 раунда. Поехали! Первый раунд от Фергюсона всегда начинается разведочный. Он дает сопернику работать по себе и для сокращения дистанции использует маятник в стиле Майка Тайсона, чтобы соперник больше вдыхался, выкидывая соответственно больше удара в попытках попасть по Тони. С самого начала раунда Фергюсон пятится к сетке или занимает центр октагона, попутно прессингуя соперника, выкидывая разные удары по типу пуш-кика или мидл-кика и удар с руки, либо прямой переходящий в локоть, либо Тони бьет скорпиум панч. Фергюсон умело сокращает дистанцию тем же самым маятником. Или если ему нужно с дистанции перевести соперника на канвас, он использует и манари ролл. Обычно после манари ролла Фергюсон захватывает ногу соперника и находится с ним в позиции 50 на 50, как в случае с Эдсоном Барбозой. Из такого положения Фергюсон легче наносить удары, чем его сопернику. Так называемое положение 50 на 50 заключается в том, что Тони Фергюсон лежит на спине, а его соперник на своей пятой точке, откуда сопернику неудобно попадать по голове Тони, а Тони своими длинными руками наносит мощный хаммерфист, разбивая лицо своему сопернику. В плане на бой у Тони Фергюсона это не бежать за финишем, а искать его по ходу боя, вымотав своего соперника, как в бою с Кевином Ли. Тони давал ему работать по себе первые два раунда и потом начал сам активничать, в итоге измотав Кевина еще с первых двух раундов. А потом его, скажем так, осталось просто добить. На минуточку отвлечемся по поводу Кевина Ли. Как мы знаем, американцы снова подписали UFC с помощью того, что он подписал менеджерский контракт с Али Абдулезисом, который является бывшим менеджером Хабиба Нурмагомедова. После его подписания и соответственного спада Тони ходили слухи о их втором бое на UFC 290, но эти слухи развеялись после того, как Фергюсону назначили поединок с Бобби Грином, который мы, скорее всего, тоже разберем через недельку. Что мы знаем о Кевине Ли? Кевин это базовый борец с очень сильными переводами, а также он неплохой в стойке, что он нам показал как раз таки в бою с Фергюсоном. Он ронял Тони, он швырял его, переводил его, но все-таки слабый бензобак и активный Тони дали о себе знать, а так что Кевину уже начал задыхаться в третьем раунде. Опасность Тони Фергюсона заключается в его нестандартности. Это включает в себя его изюминку. Эти нестандартные удары локтябе, работа в партере, работа со стойки, нестандартные переводы, а также разнообразные удары с клинчей, разнообразные удары ногами. Излюбленные удары Тони это подсечка, которую он нам продемонстрировал в бою с Джастином Гэйджи. Локти, которые нам продемонстрировал в бою с Чарльзом Оливерой, Энтони Петтисом, Ковбоем Сиррона, Джошем Томпсоном, Кевином Ли. Тони это боец, который любит сбивать темп своего соперника, а из-за своего бешеного кардио он постоянно пользуется тем, что из-за его стиля соперники очень быстро вдыхаются. А он свежачок, потому что пиковый Фергюсон это кардио машина, которого мог передышать только более-менее пиковый Нейт Диаз. У которого не было пика, но многие считают, что он у него был максимум, оптимальная, самая форма Нейта Диаза. Пика никакого у него не было. Ну а на этом все. Хотел бы вас поблагодарить за просмотр данного видеоролика. В этом видео мы кратко разобрали технику Тони Феркеса. Напишите в комментариях, кого вы хотите видеть в следующем.